Наконец-таки! Ура! Подождите, там такая драма. Так пошло и вышло. Это может быть, а может быть и нет. Звучит, конечно, ужасающе, когда тебе говорят, ты знаешь, что в Германии дети уже умирают от масок. Каждый раз, одевая, скажем, маску на ребенка, ты хочешь, не хочешь, но у тебя всплывет такое облачко, и ты призадумаешься. Так пошло и вышло. Вполне возможно, что это не тот диагноз, с чего ребенок умер. Может, у нее астма, может, она налезла на глаза, он ехал на велосипеде, врезался в автомобиль. В том-то и дело. Непонятно. То проверить-то нельзя. Если это новость из Германии, значит, она пришла к нам из Германии, может быть, в немецких медиа об этом пишут. Ну, если это переведенная новость, то есть ее можно проверить у первоисточника. Ну, вполне возможно, что это сгущенные краски, потом отзывается, потом идет информация, что такого не было, но то уже кто прочтет, что такого не было. Искать первоисточник немногие это делают. Это, наверное, очень маленькое количество людей. Но это не хватит жизни, чтобы все это проверять. Надо смотреть, откуда, кто сказал это, и можем ли мы доверять этому эксперту или этому источнику. Тут надо рассуждать, эксперт ли этот человек, который делится этими новостями по этому конкретному вопросу. Например, Ре Полтика, который иногда проверяет вот такие новости и доказывает, что это на самом деле неправда. Слышали? Листала сторис, увидела, что мои друзья делятся вот такими кадрами о погибших животных. Вот такая была цепочка, то есть мои друзья – первоисточник, потом блогеры. Ну, поверить я бы тоже поверил, что это могло быть. Да, как я вижу, кажется… Это Дудь. Дудь, да. И он, не знаю, тоже журналист. Я думаю, что если он что-то такое делится, он уже поверил. Надо читать, что дальше произошло. Ну, случилось, да. Ну, вот моя первая реакция – ага, Дудь что-то написал. Надо посмотреть, будут ли еще реакции, потому что только этому посту я не верю. Если в таких масштабах, то, в общем-то… Где-то бы проскользнула бы информация дальнейшая, да? Есть люди, которые первостепенно блогеры. И дальше… Очень много вопросов. Блогеры, их тоже как бы надо отслеживать. Да, но вот этот каргокульт, да, о том, что вот мы помогли лайкам и перепостам – это интересно. Да, блогеры тоже бывают разные. Блогеры тоже люди. Конечно, у них тоже есть какие-то свои мнения, свои предпочтения. Если этот человек работает журналистом, тогда он, наверное, как-то отвечает этик журналистики, он понимает, что он делает. Думаю, что в этом случае ему можно верить. Доконец-таки, урод! Подождите, подождите. Можно ли считать это освещение официальной шапочкой из фольги? Ужасно. Сначала говорить, что все плохо, что просто ужасно, мы все умром. Да. Это что, телефон? Ну, телефоннее диапазон излучения там другой, чем который сейчас используется. Да, в этой новости прекрасно все. Прекрасно все. Прекрасно все. Почему у нас экспертом в данной области является вокалистка группы? Тоже стоит задать себе вопрос. Хотя бы дали информацию, откуда она взяла эти сведения? Что раз она такое говорит, что ей во сне приснилось это? Да. Но я вообще не уверен, что упомянутая певица, она не то, что заканчивала технические вузы, а вообще-то физику в школе хорошо учила. Классный заголовок уже. Все ради денег треточия. И тут человек агрессивно кликает в зону комментариев и пишет свой комментарий, так не дочитав новость. Считаю, что это конспирология такая. Люди не разбираются, что такое 5G, почему оно должно всех убить, почему вообще оно появилось, какой диапазон частот. Потому что во всем мире диапазон частот 5G используют военные уже давно. Заголовок кликбайт. Нам хочется знать, что там будет. Там такая драма, убьет жителей Латвии. Но я согласен с молодой женщиной, которая сказала, что зачем, почему певица выразиться на этот вопрос, да. Это опять, да. Мы знаем ее, мы уважаем ее как артиста, да. Но при таких технических вопросах, может быть, мы бы хотели узнать мнение экспертов, мнение физиков, мнение ученых. Не все люди, которых мы уважаем, являются экспертами во всех областях. Было какое-то время, когда в Латвии Раймонд Паулс выразился на любой вопрос, да. И тогда, конечно, сразу такой вопрос, знает ли он все обо всем, да. И, ну, как бы мы любим его как композитора, уважаем его, да. Но почему нам спрашивать ее мнение о любом вопросе? Если мы к кому-нибудь следуем уже какое-то время, тогда мы уже знаем, да. И можем ли мы доверять этому человеку или нет. Но если мы впервые увидели какой-то пост, да, конечно, тогда надо быть очень внимательным. Субтитры создавал DimaTorzok